Десятое января Десятое января И мы же понимаем, что мы живем в определенной системе координат В определенном мире, в котором есть свои законы и правила Есть обстоятельства, окружающие нас И те цели и планы, которые мы строим, мы также их строим в этой системе координат И мы как бы ставим их высокими, но для того, чтобы это было непросто Достижение этой цели не было однодневным Я, например, не поставлю себе цель в 2021 году посетить родителей Потому что мне для того, чтобы их посетить, нужно до соседней улицы сходить Зайти к ним в квартиру и сказать, я вас посетил То есть это так себе цель Она очень реальная Но есть люди, у которых родители находятся в другой стране И может быть сейчас из-за обстоятельств закрытия стран Оказаться там практически нереально Это возможно, но через несколько пересадок Через много перелетов Это стоит довольно больших денег И для кого-то это реальная цель И она достижима спустя определенные усилия Определенные действия, которые ему нужно совершить И вот такие цели высокие Ну скажем так, требующие больших усилий от нас Мы ставим перед собой Естественно, они, ну скажем так, позитивные Ну то есть мало кто просит себе испытаний на Новый год Правда ведь? Но согласитесь, что позитивные цели Очень часто сопряжены с испытаниями Например, если ты поставил себе цель повышения по службе Ну на работе, да То вполне реально, что у тебя возникнут какие-то конфликты с начальством Или с теми людьми, с которыми ты трудишься вместе Ведь ты собрался как бы наверх ползти И это будут определенные сложности, которые тебе нужно преодолевать И конечно же, достижение этих целей и планов невозможно без других людей Лет 10 назад на домашней группе одна сестра мне сказала Она поссорилась очень сильно с лидером нашей домашней группы Я общался, мы как бы, ну старался как-то ее успокоить И она сказала такую фразу Почему я не живу на необитаемом острове? Там не было бы никаких проблем, не было бы никаких вот этих вот ссор Зачем вот это вот все вообще, ну вот Бог нам дал? Вот этих вот людей, с которыми мы ссоримся, с которыми вступаем в конфликты А знаете, а иначе было бы неинтересно Это вот та система координат, в которую нас Господь поместил Это те законные правила, в которых мы можем развиваться И только благодаря этим людям, конфликтами с ним, какими-то разногласиями Какими-то, может быть, совместными действиями Мы можем достичь каких-то высот наших целей, планов Развиваться, достигать каких-то успехов в своей жизни И тем самым исполнять Божью волю И сегодня я хочу поговорить о том Как же не просто увлечься достижениями этих целей в 21 году Но среди этого всего не потерять Божьего мира Господь мне подарил такой чудесный пример Прямо 1 января 21 года И я им поделюсь с вами Он стал для меня пример откровения Потому что вроде бы очень понятный инструмент Очень понятный пример Но он для меня открылся немножко с большей глубиной 1 января мы с друзьями пошли в кино С детьми Поэтому мы пошли на мультик Какая-то там семейка Я немножко недомогал Да и ночь новогодняя Ну как бы не сильно выспался В общем на середине мультика я благополучно уснул Проснувшись мы как бы поняли Что все хорошо Мультик закончился Детям понравилось Направились по торговому центру В направлении парковки Пора домой И тут на нашем пути встал аттракцион Девушка-оператор И такие два кресла Как автомобильные Вместе спаренные Перед ними телевизионный экран Экран компьютера Колонки Называется виртуальная реальность Я ни разу Ну как бы видел их много раз Но ни разу не участвовал в этих аттракционах Дети как водится Как принято у детей Они начали Можно мы покатаемся Можно мы вот на этот аттракцион Ну как бы 1 января О чем мы никуда не торопимся Давайте пожалуйста Посадили детей Выбрали там определенную локацию Американские горки На них одели очки Пристегнули И мы на экране этого компьютера Видим то где они находятся Ну как бы горка Они сначала на нее забираются Потом это кресло Немножко так шевелится Музыкальное сопровождение Мы видим что они летят с горки Дети визжат Счастливы В этот момент оператор подходит к детям Говорит руки поднимайте Ну они как бы летят с горки там У себя в очках то А она им говорит руки поднимайте Я смотрю они подняли руки Визжат Им так все нравится Ну мы смотрим по экрану Нам тоже в принципе все нравится Все хорошо Они вышли Закончился аттракцион Такие довольны Еще еще Мы подумали ну раз детям понравилось Надо самим попробовать Отправили жен Они сели На них одели очки Включили тот же самый аттракцион Смотрим ну как бы Эта тележка там поднимается По этим горкам И она начинает вниз спускаться Ох такого визга Я от своей жены не слышал еще никогда Они так завизжали И чувств радости Там было намного меньше Там был больше ну как бы Страх какая-то Знаете Волнение Ужасы Разные эмоции Но это было очень громко Аттракцион идет Буквально там три минуты Они все три минуты визжали Когда они сняли очки Они обнаружили Что вокруг нас собралась Огромная толпа народу Все кто шел мимо в этот момент Этого аттракциона остановились Потому что крик был довольно серьезный Ну мы наблюдая это все На экране компьютера Думаем да ерунда какая-то В общем ну что как бы Мы здоровые мужики Нам то нечего бояться Мы решили пойти Тоже сели Пристегнулись И я как бы Ну про себя такой думаю Но я же понимаю Что я сел на кресло В торговом центре Ну кресло немножко пошатается Ну там звук какой-то Из колонок сзади Ну в очках там Какие-то горки Ну ничего же страшного нет Мы поехали Ну пока эта тележка Ехала вверх Как бы ощущение Ну нормальные Ты как бы понимаешь Что ты на кресле Где-то все Когда она поехала вниз Мысль о том Что ты на кресле В торговом центре Куда-то пропала В один миг И мы летим И я Ну как бы Я конечно не кричал Как жена Но я Так Замолчал И думал А что будет дальше И понимал Что сейчас Ко мне подойдет оператор И скажет Руки поднимай Она подошла Как раз И говорит Давай-давай Руки поднимаем И я как-то В глубине сердца Понял что Ну я же видел Вот только что детей Которые поднимали руки И я как-то хочу даже Ну вот Поднять руки Порадоваться Но мой мозг Просто категорически Запретил мне это делать Он вцепился просто В эти ручки Которые там были И я кричал Ни за что Три минуты Закончились Мы сняли очки Спустились вниз Дети кричали Еще-еще Их посадили еще На какой-то другой Аттракцион Знаете Может быть Из-за того Что я Не выспался Там Немножко Недомогал Я посидел На кресле В торговом центре Чуть-чуть Меня чуть-чуть Потрясло Но Знаете Я почувствовал Реальное Недомогание В своем теле То есть Мне даже Ну как бы Стало Плоховато То есть Когда я спустился Уже Такое ощущение Что тебя Как космонавта В центрифуге Покрутили И ты этот тест Не прошел Конечно Ну как бы Все было В пределах Разумного Мне там Не потребовалась Помощь Садиться Но Чувствовал я себя Хуже Чем до того Как сел Хотя со мной Ничего не происходило В принципе Знаете Этот пример Напомнил мне место Из священного писания Матфея Матфея 18 глава 3 стих Я прочитаю вам В современном переводе Говорю вам истину Сказал Иисус Если вы не изменитесь И не станете такими Как маленькие дети Вы никогда не войдете В небесное царство Поэтому Кто смирит себя И станет таким Как этот ребенок Тот и самый великий В небесном царстве Общаясь с оператором Пока там наши жены Визжали Этого аттракциона Она сказала Что в принципе Так и происходит У детей Мозг так работает Что они Вполне реально Осознают Что они Сидят на кресле И им не страшно Поднять руки Но со взрослыми Практически всегда Вот такая ситуация Как произошла с нами Мы настолько Погружаемся В эту Виртуальную реальность Что Воспринимаем ее Достаточно Реальны Она воздействует На наш организм Воздействует На наш мозг Все эти Звуки Свет Там Эти вот Движения кресла Они настолько Воспринимаются Нашим мозгом Реальными Что мы начинаем В это верить И естественно Нам становится Страшно Волнительно Наш организм Как-то на это Реагирует Но вопрос Остался А как Как сделать так Чтобы быть Как дети Ведь Ну Если вы поняли К чему я клоню Так Мы в этом мире Это тоже Как бы Временно И тоже Те катаклизмы Обстоятельства Конфликты Взлеты И падения Нашей жизни Они как бы Ну они конечно Реальны Мы живем Но однажды Они закончатся Игра Закончится И мы окажемся В гораздо более Реальной реальности В небесной И как не терять Ее сейчас Как осознавать Что Вот Все эти Игровые моменты Они лишь Игровые моменты Ты поднимаешься Летишь вниз Снова Поднимаешься Есть какие-то Законы Правила Но на самом деле Ты находишься В реальности На руках Небесного Отца И что бы с тобой Не происходило В этой игре Ты как Вот В этом Аттракционе Сидишь на кресле В торговом центре И у тебя Вообще Вот все хорошо Как Не терять Этого Контакта Связи Как не позволить Своему мозгу Погрузиться В эти Американские Горки жизни Мне помог Это сделать Один библейский Герой Я сегодня С вами О нем И хочу поговорить Я не случайно Его выбрал Потому что Он мне показался Самым Ну таким Живым Реалистичным Похожим на меня Или на кого-то Из вас Про него довольно Много известно Но Некоторые моменты Конечно Я Придумал Ну то есть Это будет притча Я не знаю Не уверен Что это С ним происходило Но это Вполне могло С ним происходить Может произойти С кем-то из нас С вами Но я верю Что вот эти Три истории Которые я про него Расскажу Они Они помогут нам В разных обстоятельствах Нашей жизни Не терять Осознание Божьей реальности Не уходить В виртуальность Этого мира Этого героя Зовут Симон Не Петр Ну то есть Потом он Петр Но сначала Симон Так он более реален Он рыбак Он вот Где-то там На Галилейском море Рыбачит Зарабатывает Деньги Почему я его выбрал Потому что Он был женат У него были дети Это важный атрибут Нашей жизни И Поэтому Некоторые Герои Библии Мне не подошли А он подошел И Знаете Хочу Начать С такой истории Буквально Со знакомства с ним Евангелие от Матфея Четвертая глава С восемнадцатого Стиха Проходя же Близ моря Галилейского Иисус Он увидел Двух братьев Симона Называемого Петром И Андрея Брата его Закидывающих Сети в море Ибо они Были рыболовы И говорит им Идите за мной И я сделаю вас Ловцами человеков И они Тотчас Оставив Сети Последовали За ним Оттуда Идя далее Увидел он Других Двух братьев Якова Завидеева И Иоанна Брата его В лодке С Завидеем Отцом их Починивающих Сети свои И призвал И их И они Тотчас Оставили лодку И отца своего И последовали За ним Ну такое Обстоятельство Ну скажем так Мы Прочитываем Принимаем К сведению И идем дальше Но представьте себе Мужчину Который Находится на работе Ну он же рыбак Это его работа Он ловит рыбу С братом Со своим Мимо идет Какой-то Человек Говорит Пойдемте со мной Ну с простым Человеком Они бы навряд ли Пошли Ну в смысле Зачем Мне слабо верится Что он их Ну как бы Заманил Какими-то плюшками Навряд ли Он им Сказал Вы там Вы со мной Заработаете Больше Или там Поймаете рыбы Больше Я думаю Что он конечно Что-то им сказал И я верю Что Они может быть Не столько умом Сколько сердцем Последовали за ним Поняв Что это Духовный наставник Духовный Очень сильно Духовный человек Чем-то он Привлек их к себе Так что Они оставили Свой труд Свою работу И пошли за ним Какое-то время Они ходили Я не знаю Какое Может быть день Может быть два Может быть неделю Может быть один день Но когда-то Ведь они должны были Вернуться домой То есть Ну возможно Вечером Они вернулись домой И давайте мы Представим Что их ждало дома То есть Приходит Симон домой А там жена Где рыба Ну ты же на рыбалке был Он говорит Нету Почему Ну знаешь дорогая Я вот там Встретил Иисуса И пошел за ним Оставил там все Сети, лодку Как в смысле Встретил Иисуса Кто такой Зачем ты за ним пошел Не-не Подожди Это очень важно Это мега важно Он Ну он Учитель всего народа Израильского Это вот Это человек У которого Что-то он там Начал петь Своей жене А она абсолютно Логично Не понимает Что Что произошло У тебя же дети Говорит А кормить мы их Чем будем Какой Иисус Опять в какую-то Ты передрягу Симон залез Давай завязывай Завтра Чтобы на рыбалку Ну как бы Конфликтик Нарисовывается Симон на следующий день Не пошел на рыбалку Вы знаете И явно У жены Остались претензии К нему И Ну кто-то не любит Когда это называют Конфликтом У кого-то Это не вырастает В большие ссоры Ну скажем так Разномыслие На один и тот же вопрос И я знаю Что Ну такие разномыслия Происходят В семьях Происходят регулярно Чего стоит только Тюбик зубной пасты Это прям Камень преткновения Мужа и жены Особенно сразу После свадьбы Потому что Все по-разному Из него выдавливают Зубную пасту Все по-разному Закрывают колпачок И это точно Разномыслие На один и тот же вопрос И как их решать Но если Он не понимает Твоей точки зрения А ты ведь прав Или Ну простите За такие интимные Подробности Носки Ну кто-то ведь Их должен убрать И ты почему-то Думаешь Что не ты Это Ну как бы Такие примеры Утрированные Но У некоторых Возникают Довольно серьезные Ссоры И серьезные конфликты Которые начинаются Из-за таких Мелких вещей Вроде бы Казалось бы Но надо Как-то выйти Из этой ситуации Как-то Ну Ну Тебе же жить С ней Еще всю жизнь Ты ее любишь Ты как-то Уже поженился Уже пошел На этот шаг Что-то надо Решить Чтобы Этот конфликт Перестал быть конфликтом И чем раньше Тем лучше И я верю Что Симон Мудрый мужчина Нашел выход Из этой ситуации И первое Что я просто Вот Хочу Чтоб каждый из нас Сделал И совершал В такие моменты Осознать Что это игра Нужно понять Что это игра И это Новый раунд Такой Вызов Конфликт Который возник И твоя задача Сейчас в этом конфликте Понять Каковы правила игры И что От тебя требуется Совершить Знаете Хочется верить Что Симон Именно так Решил конфликт Как описано В Библии Потому что Спустя короткое время Евангелие от Матфея Восьмая глава Четырнадцатый с них Описаны Следующие события Иисус Придя в дом Петров Петр Симон Позвал Иисуса К себе домой Иисус Увидел Тещу его Лежащую В горячке И коснулся Руки ее Горячка Оставила ее И она Встала И служила им Слушайте Классный Выход Хочешь Чтоб жена Встала на твою сторону Договорись С ее мамой Нормально А еще лучше Помоги ей Петр Ради тещи Привел Иисуса К себе домой Исцелил ее И она Служила им Ну Не Ну Хороший же выход Согласитесь Правила игры Какие Жена Не понимает Тебя Ты пытаешься Ее убедить Она не понимает Че ты Чудишь В итоге Надо Сделать ее Из Врага Чтоб она стала Твоим союзникам Чтоб она поняла Что вы играете Не на разной стороне Вы вместе Выигрываете Этот раунд И в принципе Любой конфликт С людьми Довольно легко Решается Если вы Договариваетесь Что вы теперь Союзники И вы боретесь Не друг против друга А вместе Против этой Системы Против Этой игры Которая Создает Для вас Определенные Аттракционы Испытания Знаете Это Довольно легко Работает Когда ты понимаешь Что это всего лишь игра Ты понимаешь Что Для победы В этом раунде Нужно понять Правила игры Это Немножко сложно Потому что Правила игры У всех разные Но кто их придумывает Почему мы решаем Что Выдавливать Пасту Из тюбика Нужно именно так Потому что Мы растем В разных семьях Все начинается С детства Когда ты Маленький Тебе в принципе Ну как бы Ты понимаешь Что это все игра Реальность Где-то там Но родители тебе говорят Аккуратно Закручивай тюбик С зубной пастой Чтобы он не был Вот таким вот Сжимком Они учат тебя жизни И каждый Учит своего ребенка По-своему Представляете Потом эти дети Вырастают в нас По-разному Воспитанных С разными обстоятельствами С разными правилами В своих головах Встречаются Женятся И у всех Разные правила Как дальше Это жить А нужно узнать Правила своего Близкого Близкого И дорогого Тебе человека Для того Чтобы понимать Как он видит Этот мир Как он играет В эту игру И тогда Ты сможешь найти Точки соприкосновения С ним Сможешь найти Моменты Благодаря которым Сможешь Обыграть эту игру Сможешь Выиграть раунд Объединившись Со своей женой Мужем Начальником Сослуживцем Это поможет тебе Двигаться дальше Знаете Конфликт с людьми Не самое сложное Хотя Нужно трудиться Нужно трудиться Для того Чтобы Побеждать У этой Игры жизни Второй эпизод С Симоном Произошел Когда Иисуса Христа Забирали На крест Пришли Слуги Первосвященники Забирали его Знаете Симон в принципе Был человек Не из пугливых Довольно бесстрашных Он очень смело Вышел Навстречу Иисусу Из лодки Пойдя по воде Он Выхватив меч Отрубил ухо Слуге Когда Иисуса Пришли брать Иисус сказал Не нужно Не нужно Ничьи жизни Калечить Но Как вы все знаете Петр Отрекся От Иисуса Когда Его взяли Иисус Предсказал ему Об этом Сказал Ты отречешься От меня Петух пропоет Петр Бил себя в грудь Сказал Нет Господи И никогда в жизни Не будет этого Не отрекусь От тебя Но вот это происходит Представляете Как себя он чувствует Он три года Ходил с этим Учителем Конфликтовал С женой Как-то выживал Верил Что Эти вечные Принципы Которыми С ним делился Господь Иисус Они настолько важны Для его жизни И вот В один миг Все рушится Учителя забрали Готовят к казни И ты вместо того Чтобы поддерживать его Отрекаешься от него Просто предаешь его Ты струсил Оставил его И когда пропел петух Это все пришло В осознание Петра Знаете Мы иногда ошибаемся Мы оступаемся Мы поступаем Не так Как хотелось бы Всегда найдется петух Который нам об этом напомнит И знаете Это Тоже игра Важно понимать Что Это Тоже происходит В этой реальности В игровой В этой жизни Да Ты оступился Да Ты Сделал не так Как хотел Ведь ты хотел Идти за Христом До конца Но В какой-то момент Взял и струсил Что же делать Что же делать Опять конфликт И этот конфликт Уже не с людьми С собственной совестью С самим собой Как дальше жить Что делать Ведь я шел Шел Верно шел И одна ошибка И я уже Я уже не там Знаете Очень много людей В этот момент Останавливаются Начинают Себя осуждать Копаться Обижаться На тех Кто им Тычет Вот говорит Об их Недостатках Но слава Господу Симон Петр Был не такой Да Я верю Что он раскаялся В этот момент Может быть Чуть позже Когда общался С другими учениками Но События Которые произошли дальше Видят Что Его путь продолжился Иисус зашел на крест Его распяли Он был погребен На третий день воскрес И потом Он вернулся К ученикам И общался с ними И в Евангелии от Иоанна В последней главе Описывается Диалог Диалог Иисуса Уже воскресшего С Петром Который вот Несколько дней назад Предался Во его Господа Что могло быть страшнее И диалог следующий С 15 по 17 стих Когда же они обедали Иисус говорит Симону Петру Симон Ионин Любишь ли ты меня больше Нежели они Петр говорит Так Господи Ты знаешь Что я люблю тебя Иисус говорит ему Паси Агнцев моих Еще говорит Ему в другой раз Симон Ионин Любишь ли ты меня Петр говорит ему Так Господи Ты знаешь Что я люблю тебя Иисус говорит ему Паси овец моих Говорит ему В третий раз Симон Ионин Любишь ли ты меня Петр опечалился Что в третий раз Спросил его Любишь ли меня И сказал ему Господи Ты все знаешь Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси овец моих. Только что, вот буквально недавно, этот человек, совершивший такое предательство, раскаявшись, получает повеление от Господа стать пастором Первой Церкви, заботиться о людях, которые следовали за Христом. Он не наказывает его, не напоминает ему об этом поступке. Он не укоряет его и не говорит, вот за это предательство я тебе вот всю церковь не дам, пополам с Иоанном ее дели или еще с кем-то. Нет. Он принимает его и говорит, да, пошли дальше, вставай, я верю, что ты любишь меня. Он трижды его спрашивает. Он видит раскаяние, он видит то, что Петр готов следовать дальше, что это не остановило его. Игра продолжается. Да. Этот раунд Симон проиграл. Да, проиграл. Важно понять, что проигрывать тоже можно. Он осознал, что это проигранный раунд. Он сдался, признался пред Богом. Он встал, сделал выводы и пошел дальше. Драгоценное. Самопечивание, самоуничижение не позволило бы Петру оказаться в этот момент рядом со Христом и получить это повеление. Но его решимость, его раскаяние, его желание двигаться дальше позволило ему получить великое поручение, великое повеление от Господа и совершать то, для чего он призван. Это игра. И если один раунд ты проиграл, не страшно. Вставай и иди дальше. Третий эпизод из жизни Петра он случился чуть позже. Знаете, книга Деяний в самом начале рассказывает о том, как этот Петр, ученик, простой рыбак стал пастором Тысячной Церкви. Как он проповедовал народу. Как он шел и проповедовал в синагогах. Там исцелял людей. Он распространял ту благую весть, которую оставил для него Иисус. Это было тоже не всегда легко. Но в какой-то момент Господь дал ему видение. В 10 главе описана история, как он увидел спускающимся с неба и должертвенную еду. И повеление от Господа скушать ее. Чтобы вы понимали, это Симон, он иудей. С детства он воспитывался в том, что это избранный народ. Избранный Богом. Бог его любит. Заботится о них. Более того, в его жизни произошло величайшее событие. Он видел живого Мессию. Он дождался его. Весь израильский народ ждал Спасителя. А он его дождался. Встретил его. Ходил с ним 3 года. Учился у него. Он видел чудесное воскресение Иисуса Христа из мертвых. У него богатый опыт служения в церкви. И он понимает, что Господь, Спаситель пришел для иудеев и Спасов. И в этот момент Бог говорит, кушай языческую еду. Симон говорит, я не понял смысле. Меня всю жизнь учили, что это неправильно, так не нужно, это плохо. Это противоречит правилам моей жизни, законам, которые я всю жизнь получал. Более того, Иисус, ты сам, будучи здесь на земле, не опроверг этих законов. Ты как бы не сказал, все надо изменить. Правила те же, все хорошо. А сейчас ты меня заставляешь есть идоложертвенное. Трижды было это видение. И спустя время, я верю, что Петр, будучи довольно духовно чутким человеком, последовал за людьми, которые пришли к нему. Последовал в дом язычника, Корнилия, сотника, который позвал его к себе для того, чтобы услышать благую весть. Система координат Петра, она как бы перевернулась. Он не понял, как это можно проповедовать язычникам о Спасителе Иисусе Христе, о Спасителе Иудеев. Это для нас, вот нас, язычников, сегодня это нормально. Две тысячи лет уже проповедуются язычникам о Христе Спасителе. А тогда это было ненормально. Это было нарушение правил всех игр. И что делать? Он был послушным. И он проповедовал Корнилию. И в этот момент Дух Святой сошел на язычников. Впервые. Никогда до этого ничего подобного у Иудеев не было. И знаете, он был в шоке. Но он понял, что так тоже работает. Оказывается, правила игры могут меняться. Но как они могут меняться? Кто их меняет? Да, конечно же, тот, кто их создал. Тот, кто создал всю эту игру. Тот, кто создал нашу жизнь и распоряжается ей. Он дает нам эти правила. Да, какие-то местные мы придумываем сами. У нас фантазии хватает. Но согласитесь, что в 2020 году довольно много общечеловеческих правил резко изменились. Мы привыкли, что дети должны пять дней учиться в школе. В неделю. А тут, бац, они и в школу не идут. Правила нарушены. Мы привыкли, что мы должны работать где-то там на работе. Тут запрещают ходить на работу. Как так? Границы мира перекрыли. Так много правил поменялось в одно мгновение. Я верю, что этими правилами управляет Господь. на этом он вправе менять те вещи, которые есть в нашей жизни. И от этого нам может казаться, что нас трясет. Что у нас какие-то внеочередные конфликты с собой, с людьми или вообще нарушение правил. Но что же делать? Самое важное осознавать, что это все игра. Она однажды закончится. В любом случае. у каждого. И тот мир, и та реальность, которая на самом деле есть, она никуда не пропадала. Она сейчас есть у каждого из нас. На самом деле все эти взлеты и падения это лишь виртуальность. Это временно. На самом деле каждый из нас сидит на ладони у Бога. В мире и покое. Прямо сейчас. что бы ни происходило вокруг тебя. Хочу рассказать один чит-хот или как это сказать. В общем, как обмануть систему. когда наши жены спустились с этого аттракциона, кто-то из них сказал, я когда летела с горки, я закрыла глаза. А другая говорит, а что, так можно было? Я понял, что так можно было. Конечно, когда ты сознательно идешь на этот аттракцион, закрывать глаза ну неинтересно. Ты тогда как бы всю бурю эмоций не испытаешь. Но на самом деле, когда тебя захватывает и погружает в себя вот эта виртуальность, вот эта жизнь, вот эти взлеты, падения, и ты забываешь про то, что на самом деле ты находишься в мире и покое Божьем, хороший совет, а ты закрой глаза, а ты отключи восприятие этого мира, закрой уши, остановись и осознай, что ты в реальности находишься в Божьем покое. Псалом 45 11 стих «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен на родах, превознесен на земле». Знаете, Бог никуда не делся. И мы никуда не делись. Мы в Его объятиях, мы в Его мире, мы в Его руках. Это реальность. Но то, что происходит в этом мире с нами, это хороший аттракцион. Классная игра. Нам нужно в нее поиграть. Нам нужно узнать правила, научиться выигрывать, научиться проигрывать иногда. Научиться правильно реагировать, когда неожиданно меняются правила игры. но так или иначе это все равно игра. И она в нашем сознании, в нашем восприятии. Она кажется нам реальной, кажется нам настоящей, но настоящая реальность там, 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 внутри нас с Господом. Очень хочется, чтобы в этом году в гонке за нашими планами и целями мы могли понимать, что мы играем в чудесную игру. Могли поймать радость, наслаждение. Иногда, когда будет сложно, трудно, страшно, не побояться еще и поднять руки и визжать от радости. Потому что это все пройдет. Этот раунд закончится, игра закончится. Нам нужно ее проиграть. Нам нужно ее пройти, преодолеть все эти раунды, испытания, все года, которые Бог отмерил нам. Важно не забывать о том, где ты на самом деле. Не забывать про тот Божий мир, который более реален, чем эта жизнь для каждого из нас. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к тебе, закрывая глаза, закрывая уши, останавливаясь в этом мире от той суеты, которая окружает нас. Да, она нам нравится. Нас увлекают события, которые происходят в нашей жизни. нас увлекают разные мероприятия, вызовы, даже сложности. Не все признаются, но они нам нравятся, потому что без них наша жизнь была бы скучной. господь, но мы не хотим окунаться с головой в эту суету, в эту виртуальность, в эту жизнь, ведь она временна. Мы не хотим терять осознание того, что на самом деле мы в твоих руках, мы в твоем мире, мы непоколебимы в тебе, в твоих небесах. Господь, благослови наш, нашей жизни, нашу игру, научи нас играть, научи нас не воевать с близкими и дорогими нам людьми, научи нас делать их союзниками, научи нас объединяться с ними и совместно совершать эти победы, преодолевать эти испытания, эти раунды игровые, расти, возрастать, радоваться от этих побед. Господь, помоги нам не зацикливаться на наших проигрышах, на наших ошибках, не избивать себя, не корить себя, но быстро вставать, просить прощения, исследовать дальше, идти за тобой. Господь, мы верим, что даже проигрывая пред тобой в этой игре, принимая этот проигрыш, мы побеждаем, мы побеждаем в игре, двигаясь вперед. Господь, помоги нам не бояться изменения правил, помоги нам быть чуткими к тому, куда ты нас направляешь. Даже если кто-то или даже никто не ходил еще этим путем, но если ты побуждаешь нас идти последовать, последовать за тобой, не боясь, веря, что новые правила делают эту игру только интереснее, гораздо радостней, загадочней, не бояться этого, веря, что что бы ни произошло, мы все равно никуда не денемся из твоих рук, мы по-прежнему в твоем Божьем мире. Господь всемогущий, мы любим тебя, мы желаем следовать за тобой, мы желаем быть в твоей реальности каждый день, каждый час, каждое мгновение, осознавать, что мы в твоих руках, что бы ни происходило вокруг. Если вы вдруг стали захвачены этой суетой, этим круговоротом событий, помоги нам остановиться, осознать, что ты Бог, отключить все эти органы чувств, которые так влияют на нас, отключить себя от этого мира на какое-то мгновение для того, чтобы понять, где же она настоящая реальность, где же ты, творец и создатель нашей игры. Великий всемогущий Бог, мы любим тебя, поклоняемся тебе, славим тебя, отец, сын и святой дух. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе услуг «Набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга», ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности, любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 333 02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Вы участвуете субтитры создавал DimaTorzok